Ну что друзья, всем привет! Сегодня я решил возобновить рубрику с распаковкой китайских товаров и сегодня у нас в рубрике это китайский толщиномер цена варьируется примерно до 1000 плюс-минус 200 рублей так, мы имеем вот такой вот толщиномер который у нас измеряет как металл так и пленку то есть толщину покрытия лакокрасочного, либо пленочного я думаю данная вещь поможет людям, кто выбирает себе, хочет купить автомобиль и не хочет брать в аренду по какой-то причине толщиномеры хочет просто, либо у него в городе нету, ну никто не сдает в аренду толщиномеры и он решился все-таки приобрести себе чтобы был и давать своим друзьям родственникам или так же сдавать в аренду в своем городе так, вещь полностью работоспособная ну понятно, что это не профессиональный инструмент, но все же свои деньги полностью данный девайс оправдывает ну давайте перейдем непосредственно к данной детали и посмотрим ее более внимательно так, большой плюс то, что данный толщиномер у нас имеет розничную упаковку, то есть есть большой шанс, что это фабричное изделие, а не какая-то дешевая подделка так как данные корпуса уже исполнены в разных цветах разные конфигурации, надписи и уже продаются данные толщиномеры под русскими брендами так что главное не попасться на подделку а так девайс полностью рабочий полностью поможет вам в ваших начинаниях не знаю начинания перекупа так, ну давайте рассмотрим сразу комплект как я уже сказал имеется розничная упаковка ну и сам прибор батареи в комплекте нету но здесь уже батарейки у меня установлены так как я уже его тестировал и так данный девайс у нас выполнен очень добротно то есть ничего не хлябает особых щелей нету все красиво на дисплее уже была пленка я ее отодрал в принципе ну ничего страшного очень добротно собран корпус понятно, что он не ударопрочный обычный пластиковый корпус так, также у нас имеется отдел для батареек то есть здесь две мизинчиковые батарейки я думаю их хватит очень надолго даже при активном использовании данного прибора так, давайте дальше к комплекту также в комплекте у нас идет калибровочный набор как показала практика он очень необходимый лучше ничего из него не терять так как при каждом использовании я бы советовал данный прибор калибровать то есть если вы приехали и начинаете смотреть машину лучше перед этим откалибруйте его и начинайте проверку лакокрасочного покрытия автомобиля этот прибор измеряет как пленочное и лакокрасочное покрытие как цветных металлов немагнитных так и чернягу обычную сталь так, ну вот так вот как-то и при использовании каждого из металлов то есть будь это обычный металл либо это алюминий надо калибровать под данный металл то есть даже если ну не знаю ну медь вряд ли ну в автомобиле что используется в основном это обычный металл и алюминий так, ну и давайте немножко по характеристикам по указанным на упаковке ошибочная так разбег у нас в измерениях может на 0,0 ну на 0,03 миллиметра расхождения в измерениях может быть измерение у нас идет от 0 до 1,8 миллиметров но по факту он до 2 миллиметров мерит так, ну и температура рабочая от 0 до 40 градусов то есть в холодные промежутки температуры зимой не получится мерить данным прибором так, ну в принципе все так, давайте перейдем непосредственно к прибору что еще какой плюс прибора то что когда вы например измеряете детали автомобиля то корпус ой не корпус а дисплей данного измерителя у нас повернут лицом к вам то есть когда вы измеряете вам видно не надо заглядывать и смотреть что там на дисплее в принципе все будет видно не важно сверху вы мерите угол примерно 45 градусов ну удобно удобно так, ну давайте перейдем к прибору и посмотрим что он нам предлагает так, имеются у нас три клавиши это мод унит и зеро включение начинаем с включения то есть включаем наш прибор включается обычным нажатием выключается долгим нажатием все присутствует звуковой сигнал расположенный сзади корпуса что говорит нам о том что прибор включился либо выключился ну включается он без сигнала нет сигнала извиняюсь так на дисплее мы видим заряд батарейки далее единицы измерения и мод измерения то есть это у нас сингл это одиночное измерение далее не знаю как по-английски это у нас постоянное измерение без как сказать то есть постоянно нажимаем и он постоянно измеряет и далее разница в соотношении измерений то есть я думаю для измерения автомобиля понадобится первая и вторая даже можно ограничиться первой либо второй так и единицы измерения у нас это миллиметры и милс милс это ну это английская единица измерения я думаю миллиметры нам будем пользоваться только миллиметрами все остальное нам не важно так перед каждым использованием советую калибровать данный прибор что у него бывает иногда отклонения когда он ну при долгом отсутствии ну при долгом неработоспособности присутствует у него расхождение в значениях так что при каждом использовании берем нашу металлическую пластину так и вот такие вот пластиковые у нас имеются в наборе сейчас покажу имеются вот такие вот пластиковые так сказать пробники с указанием полщины так у нас идет сейчас последовательно поставлю так 05 10 так вот у нас наши измерительные пластины для калибровки это 05 10 сотых получается 50 единицы и 2 единицы данные пластины нужно хранить не терять потому что они служат для калибровки прибора но давайте непосредственно выключим прибор я покажу вам как включить калибровку так для включения калибровки мы зажимаем кнопку мод и нажимаем кнопку включения так не получилось извиняюсь все получилось у нас прибор сейчас сейчас находится в режиме калибровки то есть берем наш металлический металлический кусок металла для того чтобы провести калибровку выбираем более плоскую поверхность это середину где-то примерно и начинаем калибровать то есть он просит у нас еще не нажал он просит у нас поднести металл и зафиксировать результат так сбрасываем так проведу все это на столе будет удобнее так еще раз запускаем нажимаем мод и нажимаем включение так и поехали первое у нас он просит ноль так извиняюсь так зажимаем мод зажимаем включение и начинаем нашу калибровку ноль зафиксировали 5 сотых зафиксировали 10 сотых зафиксировали 25 50 единица и 2 миллиметра далее у нас выключается и в принципе все прибор готов к работе ну что ж друзья давайте перейдем непосредственно к тесту прибора так берем наш металлическую пластину и выбираем рандомно 3 из 6 3 из 6 калибровочных кассет так скажем или пластин ну так тоже пластин пластиковых так включаем наш прибор прошу заметить после калибровки надо делать так ну давайте на свет так это у нас 10 сотых ну погрешность 2 сотых небольшая далее 50 так же 2 сотых то есть возможно я откалибровал просто неправильно и 94 6 сотых тоже где-то в потере ну в принципе это не такая большая потеря так ну давайте еще возьмем тогда самую маленькую 5 сотых так извиняюсь вот 4 сотых 4 5 так отсвечивать 4 ну тут еще в зависимости от того когда калибруете зависит от того как нажмете на пластину и так далее то есть чем лучше чем лучше вы откалибруете данный прибор тем лучше он будет работать это у нас сингл то есть у нас каждое измерение одинарное ну 0.5 слишком тонкая давайте возьмем что-то потолще сейчас подождите еще так 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 давайте перейдем в мод постоянного измерения 0.05 0.06 0.05 0.03 0.04 0.04 ну примерно приблизительно он показывает правильно давайте возьмем более толстую пластину 51 50 50 52 51 48 47 50 так давайте возьмем миллиметровую ровно 1 миллиметр 99 97 98 99 96 где у нас 100 95 98 97 вот 99 98 ну в принципе погрешность не такая большая если на машине ведро шпаклевки вы это узнаете точно вот 2 миллиметровая пластина наша 1 97 96 95 так давайте вернемся в сингл но имеем расхождение от этого никуда не деться но 0.06 сотых я думаю это не так много и также пластина может быть немного неровная все зависит от того как вы откалибруете прибор так ну я думаю на этом закончим еще раз напомню что для данного прибора нужно калибровать каждый раз его на цветной либо на черный металл смотря на что вы будете делать замер и перед каждым замером желательно тоже калибровать его потому что как видите за те деньги сколько он стоит он так и так и работает сколько стоит так и работает так а в основном прибор отличный за свои деньги я думаю ссылочки на данный прибор на алиэкспрессе где я покупал и еще другие немножко варианты я вам оставлю в описании переходите по ссылкам покупайте без проблем отлично отличный прибор и работает ладно всем удачи надеюсь обзор понравился всем пока до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...